1839 год. Место действия – западный Гондурас. 1839 год. Место действия – западный Гондурас. Величественные храмы и поваленные камни, тысячу лет скрывавшиеся в густых тропических зарослях, простираются на миле вокруг. Ощущение тайны ошеломляет Стивенса. Кто воздвиг этот город? Что произошло здесь? В последующие дни Стивенс и английский художник Фредерик Каттервуд записали свои впечатления о разрушенном городе. Он лежит перед нами, как разбитая лодка посреди океана, без мачт, без экипажа, и некому сказать, откуда она пришла и что погубило ее. Это тайна. Мрачная, непостижимая тайна. В течение следующих трех лет Стивенс и Каттервуд посетили более известные поселения майя на севере страны. На Юкатане они исследовали Ушмаль и Чечен-Цу. В провинции Чапас они посетили Паленке. Но вопросы не покидают их. Кто построил эти города? Почему их покинули? Страна майя простирается от некоторых районов Гондураса, Сальвадора и Гватемала на юге, до Белиза и Мексики на севере. Она испечрена сотнями маленьких царств, у каждого из которых есть своя уникальная история. Центр классической цивилизации майя, как ее называют ученые, находится в южных низинах. Там будет происходить наша история. А начнется она в месте первых научных раскопок. В городе Копан. В этом частично восстановленном городе и по сей день сохраняется атмосфера тайны. Билл Фаш – директор проекта Копанского акрополя. Копан был одним из важнейших городов майя. Сейчас по его размерам этого не скажешь. Несомненно, были города погруппнее. Но в течение 400-летнего периода расцвета это был особенный город. Здесь жили удивительные художники, скульпторы, архитекторы, инженеры, астрономы, песцы и так далее. В рамках наших культурных понятий, если Тикал мы бы сравнили с Нью-Йорком, Копан мы бы сравнили с Парижем. Ежегодно, в течение последних десятилетий, горстка знатоков культуры майя и сотни рабочих пытались восстановить историю Копана. Здесь по-прежнему, камень за камнем, разворачивается летопись былых событий. У нас есть более 30 тысяч фрагментов каменных скульптур, некогда украшавших эти здания. Проблема в том, что у нас нет общего вида этой головоломки. Нет картины, которая показывала бы, как все собирается. Мы должны решить это сами. А такие вещи только усугубляют нашу проблему. Это мы называем ЛБЗ, лишь Бог знает, так как лишь Бог знает, откуда эти фрагменты. Предыдущие археологи просто свалили их в кучу. Поэтому мы должны соотнести различные украшения с различными строениями. Вернуться к куче ЛБЗ и выудить оттуда образцы, схожие с теми, что мы выкопали, постаравшись создать цельную картину. Но, несмотря на трудности, специалисты под руководством фаши воссоздали тысячи скульптур и законсервировали десятки зданий. С каждым годом картина того, каким был Копан тысячи лет назад, становится все яснее. Ключи ко многим тайнам по-прежнему кроются в храмах, где высшая знать майя хранила усопших. Классическую цивилизацию майя совершенно не интересовал металл, поэтому в могилах нет золота. Но иногда удается откопать нечто более ценное. Осторожно, провод. Видите лицо? Хорошо. Его перекрасили. Да, за штукатуркой что-то есть. В 1992 году Роберт Шеррер обнаружил гробницу члена монаршей семьи. Вместе с ним были закопаны сосуды. Там один символ. Особое значение этим сосудам придают рисованные украшения и иероглифические письмена. Да, сосуды потрясающие, хотя я вряд ли что-то смогу сказать о надписях на них. 40 лет назад мы могли прочесть лишь несколько символов майя. Сегодня мы способны прочесть примерно половину, но для этого нужен специалист. В гробнице есть такой же сосуд с ногой. Дэвид Стюарт – сын ученых, специалистов по культуре майя, и один из ведущих мировых эпиграфистов. Возможность читать письмена делает майя более нормальными, более человеческими, потому что мы видим, что у них была история, что это был народ, беспокоившийся о себе и о различных событиях в своей жизни. Один вид письменных памятников майя едва не был утерян на веки. Прибыв сюда в 17 веке, испанские священники обнаружили здесь сотни складных книг, кодексов, и поспешно сожгли их. До нас дошли лишь фрагменты четырех кодексов, но они помогли сформировать наше представление о майя. Эти книги – альмонахи, наполненные астрологическими данными. Альмонахи создавали песцы – мужчины и женщины, сведущие в астрономии. С помощью сложных математических вычислений они рассчитывали механику ночного неба, углубляясь на тысячи лет в прошлое и будущее. Они знали, что движение Вселенной циклично. Некоторые циклы очень большие, некоторые очень маленькие. Они даже предсказывали солнечные затмения. Кажется, их захватывали отношения между временем и событиями в их собственной жизни. Майя также оставили записи более вечные, чем хроники на бумаге. И эти письмена содержат не только даты и цифры. На этих камнях майя записали важные события в жизни своих вождей. Это иероглифическая лестница Капана – самый длинный вырезанный в камне текст в новом свете. Но первые археологи нарушили его порядок, поэтому сегодня мы можем читать его лишь по частям. Специалист по скульптурам Барбара Фаш составляет каталог 1200 иероглифов на лестнице. Возможно, когда-нибудь эти письмена поведают нам более полную историю Капанских царей. Это означает «выращивать с палочкой в земле». Другие иероглифы более понятны благодаря впечатляющим успехам последних десятилетий. Это дата. Эпиграфист Линда Шилли тоже недавно поработала детективом. Это маленькое дерево. На этой стороне, смотря на восток, он молод. Но на западной стороне вы видите. Посмотрите на борду. Редко бывает так, когда народ приобретает историческую сознательность и делает летописи частью своей деятельности. Теперь мы надеемся восстановить утраченные страницы истории, потому что история Америки начинается не в 1492 году с Колумба. Она начинается в 200 году до нашей эры, когда первый царь Майя начертал свое имя на камне. Но еще задолго до того, как первый царь высек свое имя на камне, народ Майя жил в плодородной долине Капан. Майя выращивали кукурузу. Их жизнь подчинялась ритму природы, сева и сбора урожая, рождения и смерти. Но примерно в 400 году нашей эры, когда началось падение Рима, долина преобразилась. В джунглях, где плавно изгибается река Капан, появились каменные постройки. Для крестьян, привыкших к деревенской жизни, город, наверное, был настоящим откровением. Ярко выкрашенные здания окружали выбеленную центральную площадь, где могли собираться тысячи людей. Здесь торговали раковинами, какао-бобами, табаком, нефритом и перьями. В центре города находилась площадка для игры в мяч. Похоже, целью игры было поддерживать тяжелый каучуковый мяч в движении, не пользуясь руками и ногами. На каменных барельефах изображены игроки в мяч, у которых на поясе висят отрубленные человеческие головы. Но никто не знает, отражают ли они реальные события, или это иллюстрация чего-то более символического. Мяч был метафорой движения Солнца и, в общем, движения Луны и звезд. Нужно было позаботиться, чтобы это движение было непрерывным и правильным. Они думали, что, играя так, как нужно, и воздавая почести богам, они гарантировали продолжение сельскохозяйственного цикла, восход Солнца, своевременный приход дождей и богатый урожай. В священном мире Майя боги были источником всего живого, и только цари были властны вставать на их пути. Боги поддерживали существование объективной Вселенной с помощью Солнца и дождей и рассчитывали, что за это люди будут питать их. Превосходным источником такого питания была кровь. Когда майя хотели подчеркнуть святость момента или важного события, они пускали кровь. Кровь была носителем достоинства, которое они называли чулел, что значит «душа». Оно наполняло не только человеческие тела, но и здания, деревья, небо. Оно наполняло все святое в этом мире, и, жертвуя кровь, они приводили в движение чулел. Это как сила у Джорджа Лукаса, представьте себе Оби-Ван Кеннеби, призывающего силу, или Люка, ведущего истребителя на последнюю битву со Звездой Смерти. С помощью этих ритуалов майя делали то же самое. Они соприкасались с тем, что они считали жизненной силой Вселенной, и она по-прежнему здесь. В особых случаях царь сам жертвовал свою кровь. Это был один из самых священных ритуалов в жизни майя. После нескольких дней поста и духовных приготовлений, царь пронзал свою крайнюю плоть шипом морского кота и окроплял кровью бумажные ленты. Этот шертвенный акт открывал врата, ведущие к богам. Майя верили, что в дыму сжигаемых бумажных лент они могут увидеть своих богов. Сегодня образ жизни потомков майя во многом схож с образом жизни их древних предков. Мифы, которые они помнят, и исполняемые ими церемонии, являются частью традиции, которые, как говорят майя, бог наделил их в начале времен. Казимиру Сагахау, жрец майя, благословляет поля в сезон урожая. Мы с Качикели, прямые потомки древних майя. Наша религия очень древняя. В детстве меня учили жрецы майя. Во сне мы узнаем от богов майя, когда сеять и когда собирать урожай, когда разводить огонь и когда устраивать кукурузную церемонию. Страсть майя к ритуалам была одной из первых особенностей, замеченных испанскими миссионерами, прибывшими на Юкатан почти 500 лет назад. Когда католическая церковь запретила традиционные формы культа, старые традиции ушли в подполье. Сегодня народ майя исповедует смешение двух древних религий. Майя упрямо цеплялись за многие грани древней культуры. На высокогорьях Чапаса и Гватемалы их уникальные наряды характеризуют не только их принадлежность к народу майя, но и к конкретной деревне, где они живут. Говорят, когда женщина майя надевает традиционную блузу уйпиль, ее голова появляется в самом центре мира, сотканного из грез, подобно великому древу жизни, растущему из земли. Я научилась ткать еще совсем маленькой. Я наблюдала, как ткет моя мать, и сама сделала маленький ткацкий станок. Потом мне приснилось, что я купила красную и черную пряжу. Сердцем я поняла, как ткать парчу, как ткать уйпиль. Мое сердце узнало это во сне. На высокогорьях мексиканской провинции Чапас Чип Моррис уже 20 лет работает с ткачихами. Ткачихи всегда говорили, что их узоры восходят к началу времен, означая зарождение их культуры. Когда я начал изучать найденные скульптуры и статуи, вещи, демонстрирующие древние ткачества, я увидел множество узоров, идентичных современным. Их узоры – это карта мира Майя, но не карта поверхности Земли, того места, где мы стоим сейчас, но карта мира снов. Мира, где живут боги, существа, управляющие дождем, где живет ангел, разряд молнии. На блузе нет грузовиков, домов. На ней лишь образы священной вселенной, которая рождает дождь, рождает жизнь, надзирает над миром. В мире, где грань между светской и духовной жизнью практически неразличима, видимые образы – лишь часть сути вещей. Пирамиды символизируют священные горы, обитель предков. Двери являются устями пещер, проходов в опасный подземный мир – город. Майя верили, что после смерти они попадают в этот подземный мир. Они называли его Шибальба. Это было место страха. Водное царство хворей и распада, набегство, из которого простые люди вряд ли могли надеяться. То, как майя обращались со своими усопшими, изучают здесь, на месте раскопок в 210 километрах севернее Капана. Это руины города Каракол. Когда-то это был процветающий административный центр. Сегодня он известен благодаря множеству обнаруженных здесь гробниц. Это мы, пожалуй, не будем трогать, пока не уберем камни. Хорошо. Арлен Чейз – эксперт по керамике. Дайан Чейз – авторитетный специалист по человеческим останкам. Они пытаются понять, как майя воспринимали смерть. Мы склонны размышлять с точки зрения жителей Запада. Народ майя не был западным обществом. Они не поступали так, как поступают европейцы. Нашему обществу очень трудно понять, как жили майя. С нами ведь не живут ежедневно наши усопшие. Мы не кладем их у себя дома и не храним их там. Ну, а майя делали это в своих коммунах. Хорошо. Там красиво, Арлен. Очень красиво. Определенно, это монарши и гробницы. Простых людей обычно хоронили под полом в их домах. Сосуды красивые, они в хорошем состоянии. Элиту хоронили в гробницах. Это двухцветный сосуд сзади в лучшем состоянии, чем спереди. А останки? Останки? Их здесь много. По меньшей мере, два человека. Они лежат головой к югу. Они неплохо сохранились. В углу еще чьи-то ноги. Они не принадлежат этим двум людям. Это не мужчина, и вряд ли это взрослая женщина. Это кто-то еще. Майя обычно не хоронили в одной могиле больше одного члена семьи. Мне хотелось бы думать, что это своего рода семейный мавзолей. Возможно, сначала умер дедушка, его положили туда первым. Умерла бабушка, ее тоже положили туда. Прошли годы, и умер сын, может быть, умерла дочь. Дедушку могли немного подвинуть, бабушку, чтобы отместить туда сына. А потом в семье умирают еще несколько человек, и со временем в мавзолей накапливается много останков. А здесь кольцо. Для археологов гробницы все равно, что послание из прошлого. Предметы, похороненные вместе с усопшими, иногда содержат точные даты и имена. Я не могу разглядеть узор, но здесь кости. Эти находки дополняют наше представление о том, как жили древние майя. Пусть это откроют в лаборатории. Иногда эти находки бывают просто изумительными. Постройки в Капане, как и каракольские гробницы, хранят в своих недрах часть древней истории. Но найти ее часто бывает очень непросто. Гондурасский археолог Рикардо Акурсия работает в Капане с 1978 года. Мне в первую очередь хотелось узнать, что случилось с этими людьми. Это ведь и часть моего наследия. Это часть моей страны. Я вырос здесь. Я ведь был уже не очень молод, когда я впервые приехал к этим руинам. Но они поразили меня. Это была захватывающая тема. И мной овладел навязчивый вопрос, что произошло с этими людьми, кем они были, как они делали то, что делали. В последние четыре года Акурсия ведет раскопки храмовой пирамиды, которая может поведать нам что-то новое о том, как жили люди в Капане. С точки зрения конструкции, 16-й храм – типичная царская постройка. Этим он в первую очередь и озадачивает археологов. Для майя определенные пространства были святы, поэтому они возводили свои храмы друг над другом. Строители обрушивали верхние ярусы существующей постройки, заполняли оставшиеся твердым монолитом и возводили новое здание. Удалив монолит, бригада Акурсии обнаружила лабиринт туннелей. Работая в туннелях, легко запутаться. Приходится работать в трех измерениях – вверх, вниз, в стороны и между ними, и часто случается так, что ты теряешь ориентацию и не можешь понять, что перед тобой. Плоская стена слева была внешней стеной более старого храма. Лишь следуя вдоль его стен до конца, Акурсия сможет определить первоначальные размеры постройки. Я прошел совсем немного, и вдруг мы наткнулись на другую стену. Она уходит дальше, на юг. Мы попытались пойти наверх, чтобы понять, что перед нами – нижняя часть основной постройки или это ее верх. И, как вы видите здесь, вверх идут террасы очень большой пирамиды. Пока сколько мы не шли, она идет вверх. В ней восемь ярусов, каждый из них изгибается и идет выше. Затем Акурсия обнаружил нечто совершенно неожиданное. Внутри первых двух структур была спрятана третья, но отличная от них. Здание, которое Акурсия называет разолила и идеально сохранилось. Когда убрали мусор, открылась группа масок, на которых сохранились следы первоначальной окраски. Высота большинства найденных ранее масок составляла метр или два, а их ширина достигала 5-6 метров. Но эти маски шли все выше и выше, и на данный момент мы еще не нашли, где они заканчиваются. Привет, напарник. Как дела, босс? А ты давно здесь не был, да? Ты представляешь? Повсюду красная краска. Да, здесь много качественной краски. Мы пошли вниз по этой форме и нашли двух птиц. Одна здесь, вот слева, она смотрит на север. А здесь, кажется, другая. Видишь, у нее клюв изгибается над глазом. А все перья сзади. Все перья торчат веером, к тому же они выше, чем на других изображениях в Акрополе. Значит, эта скульптура сияла на миле вокруг. Неслыханно. Просто неслыханно. Разолила, украшенная ярко раскрашенной скульптурой, когда-то венчала самую высокую точку в копании. Центральный проход обрамляют две гигантские птицы, повернутые лицом к заходящему солнцу. Над ними изгибающиеся змеи распростерли свои тела под небом. Тщательная забота о Розолиле озадачивает археологов. Нам всем не терпится узнать о предназначении Розолилы. Почему все 150 лет она оставалась нетронутой, и о ней заботились? Почему она была закопана, не поврежденной? Когда ее закапывали, к ней не притронулись. Остальные здания разбивали на куски, чтобы возвести над ними нечто большее и лучшее. Почему ее так почитали, что просто мумифицировали при погребении? И прежде всего, что находится в ней? Что хранится в этой постройке? Мы надеемся, что Рикардо это выяснит. Но прежде чем удается сделать новое открытие, в Капане начинается сезон дождей. Археологи возвращаются домой, отложив все раскопки до его окончания. Дожди заканчиваются почти через полгода. Погода проясняется. Наконец, можно продолжить раскопки 16-го храма. Еще полгода рабочие освобождают Розалилу от мусора и грязи. И перед самым началом сезона дождей загадочный храм преподносит им еще один сюрприз. Из маленького тайника в проходе Агурсия достает то, что было закопано здесь 1300 лет назад. Посмотрите, это черный кремень. Боже! Не влезет. Почти. Ты не представляешь, какие острые у него края. А какая форма? Это произведение искусства. Это не просто какие-то камни. Это впечатляющее произведение искусства. Они нашли несколько клинков, сделанных из высшей степени священного материала. Кремня. Огненного камня. Возможно, их использовали во время церемоний, а эти лица, вероятно, портреты монарших предков или людей, принесенных в жертву. Неизвестно, сколько времени ушло на изготовление этих тщательно стесанных клинков, так как сегодня никто не может сделать нечто подобное. Всего в Розалиле было найдено девять клинков. Возможно, их количество соответствует девяти ночным богам, которым поклонялись майя. Они пролежали здесь тысячу триста лет. Невероятно. Это прекрасные произведения искусства. Поразительно, как изящно они выполнены. Я чувствую, что мне выпала особая честь смотреть на них. В пылу борьбы, в пылу поисков. Нельзя забывать, что необходимо фиксировать образы, производить замеры. И иногда забываешь об этом, о том, что эти вещи созданы людьми в далеком прошлом, и что, когда они их делали, для них это было очень важно. Я тронут. В самом деле. Мини переполняет особенные чувства. Такое случается не каждый день. Вероятно, кремнии, найденные в Розалиле, были помещены в тайник в седьмом веке нашей эры, когда расцвет классической цивилизации майя достиг своего пика. во многих царствах майя началась строительная лихорадка. Некоторые города даже соединялись с дорогами, между ними процветала торговля. Копан располагался на южной границе, но на севере происходили события, которые со временем до основания потрясли мир майя. Тикаль был одним из величайших городов майя, богатым городским центром, которому завидовали все соседи. Вероятно, цари Тикали даже не предполагали, что им может угрожать какое-то другое царство, но весной 562 года Каракол напал на Тикаль и победил его. Во время переворота последовавшего затем Тикали, члены царской семьи ушли в джунгли и основали свой город. Сегодня на его месте расположился базовый лагерь исследователей. Некогда великий город Дос-Пилас вновь поглотили джунгли. Попытки восстановить впечатляющую картину того, как этот город обретал свое могущество, возглавляет Артур Демерест. То, что он узнал, меняет наше представление о народе майя. 40-50 лет назад мы думали, что народ майя был миролюбивым теократическим обществом, чьи образованные цари наблюдали за движением планеты жили в своем собственном мире. Теперь, благодаря недавно расшифрованным иероглифам-раскопкам, в ходе которых были найдены оборонительные сооружения, мы знаем, что майя был одним из самых свирепых наиболее воинственных народов Нового Света, что майя постоянно вели боевые действия, войны за право династического наследования и за материальное богатство. В 1990-м году группа Демереста обнаружила конкретное подтверждение этого мнения. В этом большом отлично сохранившемся иероглифическом тексте рассказывается о череде войн, битв и завоеваний с участием серьезных игроков Тикаля и Доспилоса, воевавших друг с другом. Здесь зафиксирован и исход сражений. Это потрясающая информация и я думаю, что ее расшифровка изменит наши взгляды на этот очень важный период в истории майя. Это просто удивительно. Это что-то. Здесь сказано, что он подчиняется своему вождю, предположительно, калакмулю. Поразительный титул. Здесь сказано, мы соперничаем с Тикалем. Да, нужно подумать об этом. Он подчиняется или... Эпиграфистов Дэвида Стюарта и Стива Хаустона пригласили, чтобы узнать, какую часть текста они могут прочитать. Со ссылкой на Бонампака и Тонина. А после этого Икс. А, вот, смотрите. Катун. Здесь Артур идет речь о болтаре. А здесь о преданности. Речь идет о лестнице. Смотрите, это ступенька, ступенька. Это пирамида. Здесь сказано, что это событие, война. А здесь новое событие с участием отца-вождя А. Этот иероглиф с черепом, имя правителя Тикаля. Кажется, что первоначально войны Майя были в какой-то степени подчинены ритуалам. Они были больше посвящены религиозным целям. Буквально, они одевались в нелепые древние наряды, брали большие копии эпохи Палеолита, встречались в каком-то месте и устраивали потасовку. Одного из воинов взяли в плен, привели сюда и принесли в жертву. Иероглифы на лестнице, кажется, подтверждают, что в восьмом веке нашей эры ритуальные сражения уступили место кампаниям по расширению владений. Цари Доспилоса нападали на города у реки Пасьон и таким образом стали контролировать важный торговый путь. Похоже, военные действия участились и перешли от поединков к завоеваниям, захвату чужих территорий. Кажется, эта ситуация вышла из-под контроля. Началась своего рода гонка вооружений. Становится приемлемым нападение на городские центры, на поселения, становится возможным сжигание храмов и так далее. Новый вид войны со временем пришел и в Каракол. В 8-9 веках в Караколе и во всех владениях Майя происходили глобальные изменения, часто случались войны. К тому времени Каракол достиг больших успехов в военном плане. Мы считаем, что в этот поздний период стоял вопрос не только о покорении соседствующей цивилизации и присоединении ее к своему царству, но и о том, чтобы захватывать большое число пленных для жертвоприношений. Думаю, люди были очень напуганы. Представьте, что вы в городе Майя, вы воюете и решаете, «Ладно, пусть меня возьмут в плен, я буду работать, проведу три месяца в этой чужой стране». Но с вами случается не это, к вам является армия мародеров, всех мужчин собирают, их не отправляют работать на поля, им отрезают головы, насаживают их на пики и устраивают огромные платформы из черепов. Это вселяет в вас ужас. Этого достаточно, чтобы сказать, «Боже, пора бежать отсюда». Наконец, даже Дос Пилосу пришлось пережить этот кошмар. На самой иероглифической лестнице покоятся останки наспех сооруженных укреплений. В археологическом смысле эта оборонительная стена – одна из самых важных и интересных находок, сделанных здесь. Эта каменная стена выложена так тщательно и аккуратна, потому что она построена из тщательно обтесанных блоков, вытащенных из других зданий. Это камни из окружающих вас дворцов. Они разобрали царский дворец и построили эту стену напротив своей иероглифической лестницы, чтобы поспешно возвести эту оборонительную систему. Начинает проясняться картина последних дней этого города. В отчаянной попытке сдержать захватчиков, граждане Дос Пилоса возводят две оборонительные стены вокруг центра города и скрываются за ними. Эти низкие жилые платформы, на которых стояли маленькие хижины, наполняли центральную церемониальную площадь Дос Пилоса в момент осады и падения города. И есть следы того, что в последние моменты отчаяние в этом великом царстве было столь велико, и его падение было столь глобальным, что в то время все население жило на церемониальной площади, под высокими храмами, под величественными изваяниями великих царей. Это все равно, как если бы жителям пришлось сгрудиться на лужайке перед Белым домом накануне окончательного падения американской цивилизации. Здесь происходило именно это, в тот момент. Тем временем Копан боролся с иными проблемами. Когда один из его могущественнейших правителей был пленен и обезглавлен, вера в божественную власть царей пошатнулась. В то же время, численность населения в долине Копан продолжала расти. В общем, жители Копана стали жертвами своего успеха. По мере того, как этот город рос, наполнялся жизнью и становился все более привлекательным, все эти плодородные наносные низины оказались заняты домами. В целом, население само лишило себя источников пищи. Со временем, весь лес был вырублен. Это привело к масштабной эрозии по всей долине, и в результате дожди стали идти реже, поэтому люди уже не могли жить здесь. Уже середина восьмого века. По всему югу мира Майя власть царей становится все более шаткой. Болезни и голод стали обычным явлением. Население начинает покидать города. В Европе наступила вторая половина эпохи Средневековья. А здесь, в джунглях, она только начинается. Медленно, один за другим, великие южные города пустеют. В 761 году царь Доспилоса был захвачен в плен и убит. С этого момента иероглифическая летопись больше не ведется. Последняя записанная дата в поленке 799 год. Через 20 лет молчание воцаряется в копание. Каракол прекращает вести летопись в 859 году. Последняя запись в Тикале относится к 879 году. северные городов на полуострове на полуострове Юкатан, такие как Ушмаль и Чечен-Ица, будут процветать еще несколько сотен лет. Но ими уже не правят божественные цари и постепенно старые обычаи строительства, письменности и культа уходят в небытие. Закат классической цивилизации майя завершается. Я думаю, что людей цивилизация майя поражает тем, что эта сложная культура со своими монументами, архитектурой, наукой, системой письменности оказалась во власти джунглей, была уничтожена. Сейчас здесь царит запустение. Когда это видишь, на тебя это сразу производит сильное впечатление. Это напоминает нам о том, что и мы можем погибнуть, что цивилизация это сложное явление и что мы можем допустить ошибку, и ее последствия будут катастрофическими. Но хотя классическая цивилизация майя исчезла, народ майя не исчез. три тысячи лет он выживал, претерпевая стремления своих царей и чужеземных завоевателей. И сейчас на него вновь нападают. Последние три десятилетия в Гватемале народ майя стал пленником гражданской войны, плохо поддающейся его пониманию. тогда сорок тысяч майя были убиты, а еще сорок тысяч исчезли. Никто не в силах подсчитать число вдов и сирот. Но, несмотря на все это, они выживают. Они ткут свои выпили, они выращивают кукурузу. Я чувствую, что современные майя во многом живут как классические майя. Они утратили этот величественный налет знатности, и они отказались от него сами. Они сказали своим царям «Довольно, вы нам больше не нужны», и стали жить своей жизнью. Мне не нравится, когда люди говорят об упадке майя, потому что упадка не было, была эволюция. Они пережили суровые времена, счастливые времена, плохие времена, и они по-прежнему с нами. Они сохраняют свои обычаи, свои общественные формы. И ведь так интересно видеть, что много из жизни древних майя по-прежнему существует и здравствует. Их неasıся. Их не измеряется. Их не измеряется. Их не стоит. Их не стоит. больше и больше узнаем об их жизни. Я даже не надеялся, что это возможно. Если бы, когда я был студентом-выпускником, меня спросили, узнаем ли мы о Майя то, что мы узнаем сегодня в Кабане, я бы сказал, что это невозможно. Сейчас люди, которые построили эти города, такие как Яшпак, или Птица-Ягуар, или Пакаль, эти люди вновь обретают голос. Они становятся для нас реальными. Они рассказывают людям 20 века о том, кто построил эти города и почему, что они чувствовали, что они думали о мире. Эти люди обрели свои имена. Операторы Роберт Элбстром, Дон Ленцер, Питер Шнелл, Маккензи Воггман, композитор Фред Карнс, оператор инсценированных фрагментов Гильермо Наварро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент и председатель Национального географического общества Гилберт Гровинов.